25 сентября в зале заседаний под руководством главы города Зайнудина Акмазова состоялось аппаратное совещание, на котором присутствовали первый заместитель главы администрации Курголи Курголиев, заместители главы администрации, руководители муниципальных и республиканских ведомств, представители правоохранительных служб и другие. В рамках повестки дня предстояло заслушивание отчета о проделанной работе сотрудниками управления торговли. С докладом выступил начальник отдела предпринимательства Узайрия Хадисов. На 1 сентября 2018 года на территории муниципального образования города Хасают функционирует 18 объектов предпринимательства, имеющих признаки автово-розничных рынков. Все они в той или иной организационно-правовой форме зарегистрированы в дологовом органе. На рынках занято около 8 тысяч человек. Это примерно 10% от всего трудоспособного населения города. Количество трудоспособного населения города составляет чуть более 80 тысяч человек. Торговый товарооборот за первое полугодие 2018 года составил 49 миллиарда 975 миллионов рублей. В целях реализации основных мероприятий по упорядочению торговой деятельности на территории города Хасают администрации города были созданы комиссии и комитеты. Это межведомственная комиссия, оперативный штаб. Созданы две рабочие группы, куда вошли представители ГОВД, налоговой службы МЧС, Роспотребнадзора, экологии, Госпоженадзора и трудовой инспекции. Главное направление мероприятий это постановка на налоговый учет, сокращение количества лиц, торгующих на рынках, без заключения трудовых соглашений с работодателем, обеспечение размещения торговых точек в соответствии с требованиями закона, обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической безопасности, соблюдение санитарно-эпидемиологических и экологических требований. Во время выступления Хадисов отметил, что специально созданной группой при администрации города периодически проводятся рейдовые мероприятия по демонтажу торговых прилавок и устранению несанкционированной торговли на улицах, препятствующих передвижению спецтехники в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Своё видение работы управления торговли высказал заместитель главы администрации Шамсудин Халитов, непосредственно курирующий данные направления деятельности. Одной, наверное, из самых сложных участков работы муниципалитета и иных органов фискальных, которые должны заниматься упорядоченным этим видом деятельности, является именно наведение порядка в плане «Острение торговли на территории нашего города». Он испокон веков считался торговым городом. С одной стороны, это направление значительно помогло в своё время в период разрухи и помогает в настоящее время не только нашим горожанам, но и нашим соседям из других районов, республик, которые приезжают и имеют единственный источник дохода для своей семьи». В дополнение к выше отмеченным примечаниям в работе Управления торговли с предложением ввести более тесную работу по выявлению и устранению нарушений строительства коммерческих объектов выступил начальник Управления экономического развития Магомед Каджимуратов. «Сегодня хотелось бы сказать, наверное, о том, что были времена, когда мы стали работники, помним, постановка на учёт, но строительство какого-то коммерческого объекта проходило строго с соблюдением вот этого бегунок, так мы называли его, и они как-то были связаны в любом случае с муниципалитетом. Но на сегодняшний день отчасти предприниматели, я думаю, они отдалены от власти. Мы сегодня хотели выйти уже с предложения, наверное, высшестоящей инстанции, что при строительстве каких-то либо объектов, которые в городе немало, их каждый день меняется, город, и одними силами торгового отдела не справиться с этим. Предприниматель, который хотел бы, стал бы на налоговый учёт, наверное, должен был быть, если закон позволяет, конечно, оговорка, и, наверное, в этом бегунке надо было отметить, что он должен будет пройти управление торговли или другой отдел какой-то. Вот тогда у нас была бы какая-то прозрачность. А на сегодняшний день, к сожалению, тот труд, который проводят силами наших отделов, он особых результатов не даёт, а работа действительно ведётся. Заслушав докладчика и садокладчиков, Зайнудин Акмазов дал поручение усилить совместную работу управления торговли с участковыми и уполномоченными по выявлению ряда нарушений в сфере ведения торговой деятельности. Развитие со всеми торговли – это основа развития нашего города. Другого выхода у нас нет, его надо развивать. Будущее у нас в городе я вообще не вижу, кроме как развития малого предпринимательства, развития торговли, потому что никто нам фабрики строить не будет, заводы строить не будет. Мы за то, чтобы люди были заняты, занимались чем-нибудь, не только торговли, но и в других сферах предпринимательства. Главное, чтобы человек был занят, чтобы он заработал. Но порядок должен быть. Порядка нет, потому что вот 18 объектов, которые мы даем цифру, занимающихся деятельностью, оптово-различной деятельностью, и из них где-то 6 или 7 у нас стоят реестры, бестрультанские реестры, как рынки. Все основные работают как рынки, числятся совсем по другим видам. Поэтому основное направление работы, управление торговлей, комитет, которые должны быть в порядке на эти времена. По завершении всех выступлений активам города, работа управления торговлей была признана удовлетворительной. Сарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».